МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 12 мая в Казахстане установлены уникальные нормы беззакония. Пока граждане честно выполняли требования чрезвычайного положения, связанные с пандемией коронавируса, режим вероломно узаконил новый вид тотальных ограничений, который ничем не отличается от ЧП. Это карантин. Теперь полномочиями Государственной комиссии по чрезвычайному положению, которую всегда утверждали указом президента, наделили санитарных врачей. Все это тихо и буднично за спиной у граждан утвердили 7 мая обычным приказом министра здравоохранения Бертанова. Теперь санитарный врач может ограничить в конституционных правах всех граждан страны. Не нужны ни военные, ни президент, чтобы массово ограничивать людей в правах. Нигде в мире не смогли придумать аферу, которую провернули в Аккорде. Нур-чиновники подменили режим чрезвычайного положения приказом санитарного врача о карантине. При этом сохранили все ограничения чрезвычайного положения для 18 миллионов граждан Казахстана. Разберемся с этой аферой все вместе. По сути дела мы можем уверенно сказать, я уверен, что многие юристы в нашей стране подтвердят, что нынешний формат карантина, он незаконный, он требует немедленной отмены. Генеральная прокуратура должна немедленно среагировать. Наши граждане могут не подчиняться требованиям так называемого карантина, потому что он является незаконным. В Конституции Республики Казахстана в статье 39 говорится, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами. В полной мере и в массовом порядке права и свободы могут быть ограничены только в условиях режима чрезвычайного положения. Но Токаев отменил его, чтобы не платить народу гарантированные Конституции и пособия и минимальную заработную плату. Смотрим статью 28 Конституции РК. Гражданам гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии. Когда вводится режим ЧП, по сути дела вы не получали какого-либо дохода. А связанная с статьей Конституции 28 государство обязано вам гарантировать минимальный размер заработной платы и пенсии. То есть фактически, когда государство объявило, что вводится режим чрезвычайного положения, в соответствии с Конституцией статьи 28, все граждане страны должны были быть обеспечены минимальной заработной платой, в том числе те, которые числятся самозанятыми, безработными, домохозяйками. Взамен затратного для власти режима ЧП через Министерство Бертанова провели приказ на основе статьи 150 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс прямо противоречит положениям Конституции. Это стало возможным, потому что в Кодексе прописано, что меры ограничительного характера устанавливает ответственное ведомство. В данном случае это Минздрав. Однако власти пошли на преступления. В Конституции гарантируются права и свободы людей и массово ограничить жизнедеятельность граждан можно лишь через режим чрезвычайного положения. Ограничительные меры в режиме карантина распространяются только на отдельные предприятия. Кодексом не предусмотрены такие масштабные меры запретов, как блокпосты, прекращение работы транспорта, списки предприятий, которым можно выходить на работу. Все это незаконно. Масштабные, тотальные запреты, в принципе, закрываются предприятия, закрываются кафе-рестораны, закрываются парикмахерские. Тотально масштабно по всей стране единым приказом главного санитарного врача. При этом нарушаются все основные статьи Конституции Республики Казахстан, которые четко озвучивают, что любые такие ограничения возможны только в период введения чрезвычайного положения. В результате введения на территории Казахстана карантина миллионы людей по-прежнему остаются без доступа к работе, не могут получить необходимую медицинскую помощь, без доступа к образованию, свободному передвижению и многого другого. Государство незаконно использует весь административные и полицейские ресурсы, чтобы обеспечить ограничительные мероприятия. При этом население, которое силой удерживает в изоляции, испытывает огромные проблемы. У людей нет еды, наносится вред бизнесу, деловым связям. Этот ущерб люди несут по вине властей принудительно. Миллионы граждан пострадали на тот период, пока действовал этот приказ, незаконный приказ. Вы потеряли работу, вы потеряли доходы. Кто-то из вас не попал вовремя в медицинские учреждения. Я убежден, что кто-то пострадал от того, что не мог вовремя получить медицинскую помощь. И последствий огромное количество. И экономических, и с точки зрения сохранения здоровья, жизни и всего прочего. И сейчас у вас есть полное право не исполнять этот приказ. Характерно, что ни одно СМИ Казахстана, включая финансируемые американцами Азаттык, правозащитников из Бюро по правам человека, эксперты всех мастей не высказались публично о нарушении прав людей. Никто не спешит призвать власть позаботиться о благополучии граждан и выплатить гарантированные конституции 42,5 тысячи тенге тем, кто потерял возможность работать. 12 мая чиновники заявили, что все выплаты завершены с окончанием режима ЧП. Согласно приказу Бертанова, санитарный врач страны наделен такими же полномочиями, что и Токаев. Только президенту, чтобы установить ограничения чрезвычайного характера для населения, понадобилось издавать указ, а затем даже вносить поправки в Конституцию, чтобы усилить свои полномочия в режиме ЧП. Куда легче все обстоит у санитарных врачей. Им также обязаны помогать осуществлять запреты и контроль над населением, армия, полиция, акиматы. Столько власти у санитарного врача не было никогда. Афера Аккорды удалась. Одним только приказом министра здравоохранения, который эти права передал главному санитарному врачу, осуществляются масштабные карательные действия. То есть, понимаете, да? То есть, получается, наша медицина, как инструмент карательный, в руках государства, начинает действовать так, что присваивает функции практически все государственные органы страны, судебной системы, правоохранительной. То есть, все абсолютно. Как может исполнительная власть подчиняться какому-то санитарному врачу? Мы призываем требовать от властей экономических мер в поддержку населения. Каждому жителю Казахстана выплачивать по 50 тысяч тенге с 1 мая до 1 сентября. Медработникам и сопутствующим службам по 100 тысяч тенге с 1 мая по 1 сентября. Инфицированным во время службы по 500 тысяч тенге компенсации. Выплатить проценты по займам физических лиц с 1 мая по 1 сентября. Выплатить проценты по займам юридических лиц с 1 мая по 1 сентября. Снизить цены на нефтепродукты не менее чем в два раза. С 1 мая до 31 декабря отменить все пошлины и прочие сборы на ввоз любых товаров. Карантин, заявленный санитарным врачом с 12 мая, отменить из-за его незаконности. Это меры, которые позволят сохранить не только жизнеспособность наших граждан, но и экономику страны. Если эти меры не будут осуществлены, уже летом режим почувствует свою ошибку. Страну ждет тяжелейший обвал экономики, продовольственный кризис. А Блязов в феврале предупреждал Даригу Назарбаеву, что она будет смещена Масимовым и Кулебаевым. Как видим, напрасно первая дочка страны не прислушалась. Политическая верхушка Казахстана неминуемо станет жертвой собственных алчности и высокомерия. У вас осталось очень мало времени. Спешите! У пропагандистов Акарды горячее время. Идет подготовка к 9 июня, годовщине президентского срока Токаева. Огромный отряд лжецов работает над планом развития новой казахстанской вывески «Слышащее государство». Населению внушают, что с приходом к власти нового президента в стране получили развитие не только социально-экономические реформы, но и политические. Главными актерами в этой масштабной пропагандистской постановке являются ложные оппозиционеры. У продажных патриотов простая роль – демонстрировать, что теперь государство способно на диалог с обществом. Тимур Кулебаев, Ерлан Карин и Акижан Кожигельдин продолжают масштабную работу по расколу гражданского общества. Это только одна из задач. На осуществление этого процесса брошены огромные бюджеты. Армия предателей финансируется отнюдь не из кармана Кулебаева. Ложную оппозицию содержит народ Казахстана. Современные пропагандисты Аккорды когда-то были лидерами мнений, имитировали оппозиционную деятельность и активизм. Кстати, что вы думаете по поводу того, что если, допустим, у вас произойдут встречи в ближайшее время, допустим, у Жан Кожигельева, Белла, у Ромбетова, другие, там, у Ян Казахстана и так далее. Вы готовы на коллекционной основе участвовать в создании новой партии? Раскол по всем направлениям здесь, да? В оппозиции. То есть есть люди, которые говорят, что это проект власти, что это договоренность с Аккордой. Хотя они прекрасно видят, что устраиваются провокации, что мне не дают выехать за пределы города Алматы. Что есть огромное количество препятствий на ходе создания политической партии, но тем не менее эти люди все твердят и твердят о том, что это провластная партия, что это созданная Аккордой партией, властью партия. Поэтому, конечно, это тоже не дает возможности всем консолидироваться. Еще одна задача – это создание образа современного реформатора, основателя слышащего государства для Токаева. Аккорда с помощью своих марионеток в псевдо-оппозиции старательно имитирует демократические процессы в стране. Кожигельдин системно и последовательно занимается восхвалением достижений Токаева. Обществу внушают возможность диалога с новой властью в лице Токаева. Новая формула власти – сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Удивительно, как смело роняют статус Елбасы. Получается, он был не сильным президентом. Требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию. По сути, речь идет о плане работы правительства на среднесрочный период. Данный документ должен быть подготовлен к правительствам, администрации президента, Атамикен, уже к 15 мая. Времени на раскачку нет. Политологи Казахстана уже прямо противопоставляют Токаева и Назарбаеву, будто новый президент ломает наследие диктатора и созданное им карательное государство. Это, в принципе, послужило разрушением стены между народом и чиновниками. Токаев водрузил на свои плечи огромный груз ответственности. Не просто изменять то, что строилось так долго. Акижан Кожигельдин в прошлом году на волне создания Косановского «Жана Казахстан» высказывался достаточно осторожно. Теперь он стал мегаактивным в публичном пространстве. Деятельность бывшего премьера столь очевидна, что становится стыдно за престарелого политика. Одно дело прогибаться и непрестанно имитировать диалог со слышащим режимом. Другое – протаскивать лживые похвалы в адрес мелких агентов КНБ, таких как Ермек Нарымбай, заниматься развитием имиджа провластных партий и их псевдолидеров. Мамая, Ильяшева, Токжан Кожалиевой и прочих. Дело в том, что мы маленькая группа людей, выходцев из страны. Мы сейчас занялись практически с 2014 года очень большой программой. И только вот остановила нас пандемия, на самом деле мы были в таком постоянном движении. Плюс надо работать и содержать самого себя. Я еще пенсию не заработал. Всех этих новоявленных лидеров Кожигельдин объединяет на различных дискуссионных площадках. Содействуют его значительные миссии по имитации демократических процессов в стране. Азаттык, Настоящее время, Политон Думанова, Нарымбай в своем блоге, новая платформа провластной оппозиции Voice of Kazakhstan. Я говорю такое. Возьмите под контроль все национальные компании. Вам понадобятся средства. Сможет он это сделать? Молодец, я буду ему аплодировать. Не сможет? Мы поставим эту повестку дня преследующих парламентских, президентских выборов поколению, которую вы принадлежите. Вот Джамбулата будем просить. Тот, кто сейчас будет бороться за возвращение национальных активов и возвращение вывезенных капиталов назад в страну, тот победит на всех следующих выборах. Все эти отряды лояльных к режиму борцов финансируются из кармана обычного казахстанца. Все они прямо сейчас активно наращивают сторонников, чтобы обеспечить Акорде легитимность очередных выборов. Кожигельдин и Рыскалиев даже заявили о своем возвращении в Казахстан. Оба они живут в Великобритании. Бергей Рыскалиев никогда не имел отношения к оппозиции и долго служил Назарбаеву. Именно Рыскалиев подготовил и подослал в Женоазен команду провокаторов под видом митингующих. Их преступления стали поводом для применения оружия против бастующих нефтяников. Нам нужна партия. Очень свежая, новая, обновленная, молодая. Это вот такой вопрос. Я хочу сказать, что не надо Рыскалиева обвинять ни в чем. Он в этой ситуации попал не сам. Он сам ничего не предлагал. К нему обратились. Почти все псевдооппозиционные проекты копируют требования ДВК, пытаясь перехватить инициативу и не допустить протестов против Токаева после отмены чрезвычайного положения. Вместо смены власти и реальных реформ они ведут споры с политическими марионетками. Ну, мы здесь в Казахстане взаимодействуем, сотрудничаем со всеми, кто хочет каких-то демократических перемен в стране, реальных изменений в стране, демократических экономических реформ. Ближайшие выборы в парламент и маслехаты ожидаются в начале следующего года. Проходить они будут по тем же жульническим схемам, что и при Назарбаеве. То Каев и его партнеры будут стараться сохранить власть, создавая лишь видимость выборов и независимого парламента. Им важно не допустить смены политической системы и прихода независимых политических конкурентов. Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделитесь своим мнением и вы. Подробнее читайте на наших страницах в соцсетях. Концепция «слышащего государства» дорого обходится народу. В Акарде конвейерно создают политические партии новых гражданских лидеров. Все они похожи, словно клоны в своей невнятной демагогии о реформах и сотрудничестве с властью. Косанов или Кожигельдин, ОСДП или ДПК – все они созданы, чтобы имитировать многопартийность и конкуренцию для власти. Как разоблачить марионеток режима и распознать реальных гражданских активистов, рассказывает Мухтар Аблязов в прямом эфире чата КОЩЕ ПАРТИЯСЫ. Да, я, конечно, в политике много лет. Кажется, что очень сложно определить псевдо-оппозиционера от реального противника власти. Но на самом деле сейчас стало это делать очень легко. Почему легко? Есть несколько способов определить. Как, допустим, кто-то выходит и говорит его отношение к Назарбаеву, к Такаеву. Если человек начинает крутить, вилять, то сразу понятно, кто он. Второе. Отношение к реальным оппозиционным силам – это ДВК КОЩЕ. Третье. Нужно просто наблюдать, трогает ли власть, мочит ли такого человека или нет. Если не долбит, как других, вот вы же видели, там достаточно просто с голубым шариком выйти, его сразу в этом вахтал, человека посадили, дали три года. Люди собирались женщинам на митинг выйти, к ним пришли, подкинули флажки. Потом какие флажки? Наши казахстанские флажки. Дымовые шашки. Ну, дымовые шашки в магазинах продаются. И их держали четыре месяца в тюрьме. Женщин с маленьким ребенком была, годовалым. Оксана Шевчук и другие тоже были с детьми, которые требовали помощи с ограниченными возможностями детей. И вот, смотрите, если вот этого всего нет, власть, если не мочит, если человек не говорит, что он относится плохо к Назарбаеву, к Такаеву, к этому режиму, и главное, если человек при этом публично не говорит, что этот режим нужно менять, именно через митинги, то тогда вы должны понимать, этот человек является провластным. Давайте мы просто пример рассмотрим. Вот взять Косанова. Косанов был в оппозиции. Вам, вы можете сказать, конечно, его типа трудно было определить. На самом деле, не успел Косанов выйти, я мгновенно сразу среагировал, ответил. Конечно, неопытным людям, может быть, не очень понятно, но я вам сейчас объясню, каким образом это определяется. Мы знаем, что все выборы президента там участвуют клоуны. Если Косанов вдруг попал туда, сразу было понятно, что он клоун. Почему? Потому что на выборы власть допускает только своих людей. И даже если до этого Косанов когда-то был в оппозиции, и вдруг неожиданно он прошел, уже нужно перечеркнуть всю его историю, когда он рассказывает, что он был в оппозиции, люди даже не разбирались, что он там делал в оппозиции. Я, конечно, его хорошо знал, знал, что от него особой пользы не было в оппозиции. И самое главное, не это важно. Важно то, что он попал на президентские выборы. И после этого момента нужно было мгновенно определить, это человек Ахурды. Видите, я вам показываю самый простой пример с Косановым. В чем суть этого примера? В том, что выборы президента не могут быть законными, потому что Центральная избирательная комиссия во всех регионах страны подделывает подписи, потому что президентские выборы фальшивые, потому что любой кандидат, который туда попадает, это человек Назарбаев. Вот вам признак, как определить человека, на кого он работает. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости на канале 1612. До встречи.